День Победы Проект зародился во время первой волны коронавируса. Добровольцы движения «Химки интересно жить» помогали пожилым жителям города на самоизоляции. Приносили на дом продукты, лекарства, поддерживали морально. В том числе и ветеранов, которые рассказывали о тех страшных годах. Тогда и было решено увековечить воспоминания очевидцев войны. «Химки» сыграли важную роль в обороне Москвы. Тысячи химчан отдали свои жизни ради победы. Предприятия города работали день и ночь, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Масштабный проект с оцифрованными экспонатами и историями живых очевидцев тех событий позволяет увековечить подвиг и участников боев, и тружеников тыла. В общей сложности более тысячи человек занималось этим программой. Это большой, очень масштабный вклад в наш город. Я хочу поблагодарить каждого, кто к этому имеет хоть какое-либо отношение. Мы должны чтить пофиг советского народа и передать память о победе через поколение. И благодаря этому порталу это будет реализовано». У сайта два раздела – «Война и мир». В первой части – копия наградных листов, похоронки, фото предметов обмундирования солдат и предметов военного быта. Во второй – возведенные в Химках памятники и монументы, музеи записи воспоминаний ветеранов. Его разделы постоянно обновляются. Каждый химчанин, чью бабушки и дедушки застали войну, может присоединиться к проекту. «Это тот самый момент, когда ты обогащаешься. И когда ты не только свою жизнь проживаешь и знаешь о своей жизни, но когда ты узнаешь о жизни других, то твоя жизнь становится более наполненной и интересной». Виртуальный музей стал отправной точкой для многих уникальных начинаний. Так, благодаря ему, 9 мая стартовал проект «Герои Химок», в рамках которого организуются выставки, концерты и реконструкции, посвященные знаковым датам Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok